Уважаемые товарищи, возобновляем работу Российского комитета рабочих. Делегаты с решающими голосами, поднимите мандат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Уважаемый товарищ, вопросы о повестке дня утвержденные, рассмотрены. Но вы знаете, в предыдущем завершении заседания всегда рассматривался вопрос о том, какова будет повестка дня следующего заседания. И так получалось, что очень часто, что силы напряженности графика, совсем не оставалось времени на то, чтобы обсудить повестку дня предстоящего заседания. Вот сегодня у нас появилось время, насколько я понимаю, поэтому предлагаю делегатам Российского комитета рабочих посмотреть на повестку дня, подумать, что там можно отразить, как подготовить эти вопросы. Может быть, подумать о том, кто бы хотел подготовить доклады. Потому что одно дело, когда доклад готовится по приезде, а если мы имеем возможность предусмотреть, рассматриваем вопросы на полгода вперед, тогда и люди, которые присутствуют здесь, хотят приехать, имеют возможность, нацелены на это, готовы сделать доклады, это было бы еще лучше. Тогда все эти предстоящие полгода, вот все, что не произойдет, относящиеся к теме, будет ложиться в содержании доклада. И люди на это будут нацелены. Поэтому я вот хотел использовать часть высвучившего времени для того, чтобы хорошо подумать о повестке и о докладчиках следующего заседания, и в этом смысле его подготовить уже сегодня, начать подготовку сегодня. Спасибо. Да, и я хочу сказать, что оргкомитет, предварительный проект повестки прикинул и хотел бы довести до сведения. Предложите вашему вниманию. Значит, уважаемые товарищи, предлагается следующая повестка для следующего заседания Российского комитета рабочих. Первым вопросом ставим. Борьба за шестичасовой рабочий день. Значит, второй вопрос. Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работников. Это второй вопрос предлагается. Третий вопрос. Борьба за повышение заработной платы, достоимости рабочей силы. И четвертый, проблема о рабочении профсоюзов. Вот предлагается обсудить данную повестку. У кого-то есть, может, какие предложения. Я хочу сказать, борьба, если мы сохраняем формулировку первого вопроса в прежнем уровне, мы будем прямой повтор того, что будет. Все-таки, может, немножко стоит изменить. Борьба за сокращение рабочего дня до шести часов, шести часов тоже будем сокращать. Имея в виду, что борьба за шести часового рабочий день, здесь, конечно, борьба за идею шести часового рабочего дня, а за сокращение уже идет речь. Больше привязанных к практике. Может быть, что-то появится. Но если не появится, значит, у нас идет... То есть, следующим образом формулируем, да? Борьба за сокращение рабочего дня до шести часов. Я не против. Значит, так ставим. А куда делается вопрос про женщину? Поешь, женщина, про женщину. Нам никогда не будет, женщин, слушать не будет. Мужики задавили женщину. Боже, Анатольевич, я думаю, что у нас... Я хотел бы поспорить с ними всем. У нас что, не вопрос, но вопрос о женщинах. Вот с сокращением рабочего дня до шести часов, кто это больше выиграет? Действительно. Другой дело, что женщины могли выступить и сказать, что для нас это особенно важно, да? Нет, Анатолий Николаевич, я расскажу потом. Я расскажу потом, вот, условия это поспорить. Больше времени? Больше времени? Больше времени? А что касается условий труда, ну вот уже само собой. Особые нуждаются, так сказать, в особой защите женщины. Да, в этом надо тоже сказать. Поэтому вот я вот очень призываю наших уважаемых делегатов все время выступать и подчеркивать, что особенно нужно женщинам, чтобы мы это не забывали и вносили в постановление. Вот я тут церковь поддерживаю Анатолий Николаевич. Что во всяком постановлении можем подчеркнуть специфику постановки вопроса и его решения, да? Женщин работятся. Всегда так делают и мысли. Обязательно надо делать. Спасибо. Я могу сказать, что заработная плата женщин за тот же самый труд, как у мужчин, гораздо ниже, чем у мужчин. И это ничем совершенно не мотивировало. Говорят, вы женщины, вас должны мужья кормить. Вот такой вот. Женский коллектив, женский коллектив. Ну, например, я приведу тюрьму. Где из-за мужчин... Да, это, между прочим, бессмертно. Где мужчины эти кители генерала не шьют, не вышивают, извините, эти самые плампасы, пятый десятый. Абсолютно женский труд. И много, между прочим, вот у нас, в данном случае в Иоаннской области, очень много женских коллективов, которые комплекты постельного белья. Просто строчат, строчат и строчат. Здесь, конечно, мы не можем говорить о том, что здесь женщины получают меньше мужчин, поскольку мужчины вообще не занимаются. Но есть специфика. И в коллективных договорах в свое время, особенно в нашей области, ну и в Владимирской, там и прочих костромских и так далее, где женского труда было много, там в коллективных договорах были специальные разделы о женщинах. А мы все время говорим о прогрессивности коллективных договорах и ничего об этом не говорим. Что там все-таки в коллективных договорах должно быть именно про женщин? Следующий вопрос, который была у нас в конференции достаточно давно, подогида одного полномочия по правам человека, который сейчас в тюрьме у нас так уж получилось, взял это самое, специально было про женщин, это самое. И я тогда говорил о том, что с 90-го, по-моему, года существует такой документ законодательный, что женщины на селе должны работать 7 часов. И вот эта вещь вообще нигде не говорится. Вообще не говорится. То есть в данном случае просто нарушаются, значит, права женщин и никто их не защищает, потому что все-таки российский комитет рабочих все-таки самые главные задачи отставить права мужиков на металлопроизводствах и прочих где-то там эти самые. А не женщины, работающие на сельском хозяйстве, поскольку там профсоюзов очень мало. Но я бы таким образом сформулировал вопрос, значит, что-то вот где мы там о прогрессивных коллективных договорах, там так далее и так далее, вот эту вещь туда надо включить первую формулировку. Но поскольку у нас никаких прогрессивных коллективных договоров в повестке нет. Или вот тот вопрос, где там еще здоровье есть. Вот в этот вопрос можно его включить. Каким-то образом. Это специфические вопросы, между прочим, в некоторых категориях это очень много, я имею в виду, рабочих категорий. Значит, очень много женщин работают. Уважаемый товарищ, я думаю, что очень правильно поставлю вопрос. Итак, просто нести, борьба профсоюзов, тогда условия труда сохраняющихся, работа на день, то есть ставить слово работницы. Работниц и работников. Ну да, борьба профсоюзов за создание условий труда трудящихся, за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работниц и работников. Так, да? Да. Здесь женщина может выступить по повестке в трех вопросах, и все они будут как бы не менее насущны. Да, четырех, да, проблем. Ну, одно дело выступить, другое дело готовить рекомендации, чтобы там были, как Александр Владимирович правильно сказал, чтобы женские, ну как, разделы, что ли. Уж если, значит, все четыре вопроса. А то они выступят, тогда я ничего не буду. Так, Денис Борисович. Да. Ну, я бы хотел начать с выступления из Канта. Глупцы насмехаются над женщинами, а умные люди видят, что они как раз и служат рычагон для того, чтобы заправлять мужчину, используют его для достижения своих целей. Поэтому я думаю, что если мы, так сказать, обратим внимание именно на женский вопрос, да, и мы знаем, насколько важны семьи, в том числе для мужчин рабочих, да, и нерабочих, если мы, так сказать, завоюем сердца и умы женской аудитории, и женской, и работниц, и, так сказать, и домохозяек и так далее, да, то есть это дополнительный, как бы, ключ и дополнительный, может быть, даже основной рычаг, который подвинет, все-таки, работников, да, к тому, чтобы заняться, все-таки, не, так сказать, не пьянствовать там, не шататься где-то, а заняться улучшением своей жизни, в том числе для своих жен, для своих детей, вот. И, конечно, вопрос назрел. С Анатолием Николаевичем я совершенно согласен, что, может быть, имеет смысл не размазывать, так сказать, вот именно женский вопрос по разным вопросам, а сконцентрировать его, потому что, да, здесь есть определенные специфические проблемы. Как сказала Татьяна Владимировна, это, так сказать, неравная оплата за равный труд. Раз. Второе. Если мы говорим о сокращении рабочего дня до шести часов, даже, да, ну, хорошо, вот мы сократили до шести часов, все работают по шесть часов. Мы уравняли женщины-мужчины в трудовом времени? Не уравняли, потому что мужчина шесть часов отработал, придет, ляжет на диван, будет смотреть телевизор, ну, может, Гегеля пойдет посчитать. А женщина что сделает? Она придет, будет, не будет она читать Гегеля, она придет, она займется, так сказать, домашним хозяйством, она будет готовить, она будет делать уроки и так далее. И на Гегеля у нее останется ровно столько же времени, сколько было до этого. Потому что дома из-за вот этого длинного рабочего дня, сейчас, который непомерно удлинен, копятся вот эти домашние, так сказать, хлопоты, они копятся, как снежный ком. Все выходные уходят на то, чтобы, так сказать, с ними справиться. Поэтому, я думаю, что может быть имеет смысл ставить вопрос, что сокращение до шести часов, так сказать, для всех работников, а для женщин ставить сокращение еще больше, с учетом того, что они продолжают трудиться в домашнем хозяйстве. Этот труд, кстати, вот в монографии Александра Владимировича, этот вопрос, работа в домохозяйстве, он освещен. Мы его никак не затрагиваем. А домашний труд, извините, который, как Ленин описывал, мелкий, так сказать, нудный, отупляющий, несмотря на то, что внедрены там разные устройства, так сказать, да, там, облегчающие жизнь, но тем не менее. Все равно основной этот труд доложится на женщин. Вот, поэтому, может быть, здесь этот вопрос сформулировать отдельно. Как роль профсоюза в защите интересов женщин на производстве. Таким образом. Смотрите, борьба на сокращение рабочего дня до шести часов, это однозначно и про мужчин и про женщин, потому что с больше заинтересованными женщинами. Какому только что правильно. Второй вопрос прямо говорится. И уже даже в какой-то мере даже интригует само название вопроса. Я думаю, что перегибать тоже нельзя. Вот. И третья. Борьба за повышение заработной платы, стоимость рабочей силы. Извините, стоимость рабочей силы у мужчин и женщин. Вообще-то нельзя сказать, что у женщин она ниже, а у мужчин она выше за равный труд. Да? То есть здесь само собой говорится в третьем вопросе, что уравнять заработную плату мужчин и женщин. Это однозначно в третьем вопросе. Ну и четвертый. Мы еще не трогали его проблемы о рабочем профсоюзе. Ну там в меньшей степени непосредственно вроде как не касается, но последствовало все равно это будет затронуто. Поэтому я думаю, что в достаточной мере не нужно тоже перегибать в данном случае ситуацию. И если мы слишком подчеркиваем различия мужчин и женщин, то мы его в какой-то мере даже начинаем, ну не мы, а есть тенденция консервации этого. То есть мы в других вопросах с очевидностью есть равенство мужчин и женщин в последствии в других вопросах. Поэтому я думаю, что очень важно во втором вопросе это подчеркнули, до всех остальных проходит красной нитью. Вполне достаточно. Кстати, февральскую революцию это кто начал? Женщины. Считается, что женщины. Женщины пришли на завод и потребовали, чтобы мужчины прекратили работу. Да. Ну что, резюмируем повестку, товарищ? Значит, предлагается по вопросам, да, голосуем за повестку. Может, обсуждение какое-то еще вопрос? Ну, с первым вопросом-то я думаю определились и вторым. Так, первый. Борьба за сокращение рабочего дня до шести часов. Кто за данный вопрос в повестку дня, прошу голосовать. Против, воздержавшиеся, принятые единогласно. Второй вопрос. Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работниц и работников. Кто за данный вопрос в повестке дня, прошу голосовать. Против, воздержавшиеся. Третий вопрос предлагается. Борьба за... Второй не слышно. Работницы и работников, да. Третий вопрос, значит, борьба за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. Какие будут предложения, возражения? По третьему? Да. Кто против повышения заработной платы? Реального содержания заработной платы. Ну, тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за данный вопрос в следующей повестке? Третий, да? Кто за данный вопрос в повестку дня, прошу голосовать. Против, воздержавшихся, принято. И четвертый вопрос. Сейчас будет, да. Проблема рабочения профсоюзов. Это что? Что это за рабочие? Пусть объяснят. Ну, если говорить просто, то придать рабочий характер профсоюзу. Если так. Действительно, на Российском комитете рабочих рассматривался вопрос, может быть, и не один раз, я не на всех был, о рабочем характере профсоюза. Они близки, вроде бы. Но здесь есть существенное различие. Вот сейчас профсоюзы есть? Есть. Процент охвата профсоюза, так скажем, членством профсоюза в России выше, чем во многих развитых капиталистических странах. Выше, чем в США, например. То есть, а достижения существенные есть? Нет. А почему? Потому что профсоюзы не исходят, большинство профсоюзов не все, хорошо, что не все есть профсоюзы, которые исходят из этого, не исходят большинство профсоюзов из интересов рабочего. Интересов рабочего класса, интересы рабочих. То есть, речь идет не о том, что только рабочий, то есть, характер профсоюзов, рабочий характер профсоюзов сохранить тех, которые созданы как рабочие, а о том, чтобы происходило о рабочении профсоюзов, которые уже есть. Ну и, конечно, создавать новые рабочие профсоюзы и по тому, что они рабочие по составу, и по выполнению интересов, реализации интересов рабочего класса. И сохранение этого, этой направленности. То есть, вот о чем речь идет. И только тогда, пока этого не будет, не будет побед на уровне всей страны и на уровне отраслей, на уровне многих предприятий, организаций. То есть, пока не произойдет этот процесс, то не будет серьезных достижений в борьбе рабочего класса. Фундаментально, в экономических вопросах, то есть, фундаментальных. Поэтому, это очень важная постановка, то, что слово непривычное. Мы вчера тоже смотрели о рабочей ванье, о рабоченье. То есть, смотрели в интернете, смотрели, как у Ленина звучит о рабочении. Но это не просто так вот, как-то догматически. А на самом деле, что, устарела эта развита задача? Это что, задача выполнена? И уже можно о ней не говорить, не обсуждать, кроме этого, проблема. Ставится, как в тексте предлагается, проблема рабочего. Что такое проблема? Проблема – это крупная задача, трудно решаемая задача. Это проблема есть. То есть, трудно решаемая задача рабочения профсоюза. Вот, когда будет эта задача выполнена, ну, тогда и будут решены те другие задачи, которые ставятся в программе коллективных действий. Программа коллективных действий профсоюзов, она во многом как раз и направлена на рабочение профсоюза. То есть, пора об этом поставить уже вопрос, чтобы те профсоюзы, которые есть в условиях обострения кризисов, которые происходят и в мировом масштабе, и кризиса империализма, и внутри России. И профсоюзы, которые, может, сейчас дремлют, и они будут активизироваться. И тогда необходимо, будут созданы лучшие условия для этого. И нельзя пропустить будет этого. То есть, может создаться условие, а субъективного фактора не будет создано. То есть, создание рабочей партии и развитие, в том числе для чего? Для того, чтобы рабочивать профсоюзы как основу своей деятельности в массах рабочих и трудящихся. То есть, я думаю, что постановка этой проблемы очень своевременно. Вступаем 7 ноября, вступим во второе столетие Великой Коммунистической Революции. Впервые позвучало. Поэтому, что позвучало? Впервые про октябрь поговорили. Потому что вы на конференции. На конференции была посвящена во многом. Поэтому очень нужная, важная постановка и сводить только к характеру. Характера только одна сторона. Есть еще кроме характера. Есть сущность, которая более глубока по сравнению с характером, если уж по Гегелю. Есть понятие, еще более высокое. Поэтому необходимо данное понятие исследовать и с научной, и с практической точки зрения. И восстановить в том числе этот термин. Вести в оборот снова научный и практический оборот рабочий. Пусть привыкают, а почему нет? Если он правильный, если он истинный. Истина должна проявиться и победить. Спасибо. Я забыл, по какому вопросу я выступал. Но говорил о том, что Ленин ставил вопрос в 2017 году не только об исключении с партии Каменева и Зиновьева. Но он еще ставил вопрос об исключении Лазовского, который возглавлялся в то время ВЦСПС. А ставил он вопрос об исключении с партии Лазовского. Потому что ВЦСПС перестала проводить линию, в данном случае, рабочей партии. То есть, профсоюзы... И это, кстати, было отражено... Про Викжель у нас, по-моему, конференция говорилась. Что, значит, с одной стороны, вроде профсоюз железнодорожников. А с другой стороны стоял на буржуазных позициях. И у нас даже могут быть профсоюзы, где есть рабочие, а, извините, могут стоять, извините, на позиции абсолютно, так сказать, не отвечающие целям и задачам лиц наемного труда и рабочего класса как такового. Поэтому я полагаю, что то предложение, которое о рабочем и профсоюзах должно быть принято. Но этот вопрос очень сложный. Здесь предполагается не только, значит, то, что именно количество рабочих, например, там 7 членов правкома, давайте мы добьемся, чтобы было 4, к примеру, а 3 были не членов. Вопрос еще состоит в том, что вот тебе положим 4 или там 5, а 2 или там 5, чтобы эти вот 5-то перешли на позицию рабочего класса и отстаивать те или иные вопросы при переговорах с администрацией или там, значит, каких-то других направлениях, что именно проводили позицию, в данном случае рабочую позицию. Это, наверное, будет правильно. И если этот вопрос мы будем готовить, и совершенно правильно Александр Владимирович сказал, что у нас полгода есть на подготовку вопросов, и правильно подготовиться к ним надо, и обдумать эти вопросы, как. И здесь можно даже смотреть на некоторых конкретных примерах, значит, там предприятели взять, там, значит, или какое-то объединение отраслевое или еще чего-то. Как, чего и как. Вот я бы поддержал, значит, включение этого вопроса в повестку дня мартовского, ну, сейчас мы, наверное, дойдем конкретно до даты мартовского собрания. Спасибо за внимание. Прошу поддержать предложение. Значит, уважаемые товарищи, поскольку у нас российский комитет рабочих еще носит название семинара, да, значит, по рабочему движению, и мы отчасти должны рассматривать не только обмен практическим опытом, но и своего рода школу и обучение, да. И мы знаем, что любая лекция, так сказать, любой доклад, любое выступление, оно должно себе содержать определенное соотношение, так сказать, известного и неизвестного. Если человек слушает то, что все ему известно, он не слушает, это вот до его сознания переставит доходить. Если человек слышит только то, что ему вообще неизвестно, соответственно, тоже здесь срабатывает тот же самый, так сказать, фильтр, и человек перестает воспринимать то, что ему говорится. Поэтому мы не можем говорить и, так сказать, и писать, и выступать только по вопросам, которые уже многократно рассматривались, так сказать, и известны, да, это все, это будет работа в холостую. Поэтому введение новых элементов, которые в том числе, да, вот, как говорите, мне это вызывает возражение. Да, это нормальная совершенно реакция, когда вы увидите незнакомое слово, но когда вы приступаете к изучению какого-то вопроса, у вас большинство слов незнакомых. Что вы делаете? Вы лезете в словарь, сейчас можно, так сказать, в интернет и так далее. В конце концов, это повод наткнуться на текст Владимира Ильича Ленина, потому что больше всего это слово встречается именно, так сказать, у Владимира Ильича. Поэтому не надо бояться того, что мы из четырех вопросов, один, так сказать, может вызвать вопросы какие-то и недоумения. Когда мы говорим рабочий характер, да, наоборот, это привлекает внимание, это, так сказать, вызывает интерес. Даже в рекламе часто используют. Ну, в рекламе много чего используют, да, там можно и всякие негативные вещи использовать. Что касается проблемы, ну, проблема, как Олег Анатольевич сказал, это есть задача, да, только трудно разрешимая. То, что эта проблема стоит, это очевидно. Мы имеем большие, так сказать, развитые профсоюзы, которые фактически ничего не делают. Ну, за исключением отдельных, так сказать, профорганизаций, которые борются там более-менее успешно. Посмотрите, что происходит, так сказать, в более благополучных странах той же самой Европы. Да, значит, минимальное какое-то, по нашим меркам, снижение уровня жизни, снижение, так сказать, рост там цены на бензин, на какие-то центы. И уже люди выходят, начинают протестовать. Бастуют железнодорожники, бастуют авиадиспетчеры, бастуют летчики, бастуют полицейские. Останавливается движение транспорта в целых странах. Люди не могут ни прилететь, ни влететь. Вот это, так сказать, методы, которые действуют, да, и люди добиваются успеха и получают в итоге, так сказать, повышение заработной платы. Мы видим что-то подобное у нас? Нет. Не видим. Понятно, что база, с которой, так сказать, мы стартуем, очень низкая, и люди боятся потерять, вот, так сказать, самое необходимое. То, что они получают, мизер, так сказать, для своего существования. И это сдерживает во многом. Если база была выше, наверняка и, так сказать, активность была бы выше. Было бы, так сказать, более за что бороться. Как это переломить, эту ситуацию? Именно о рабочине. То есть, введение, и прежде всего, естественно, речь идет об обрабочении профсоюзного актива. Но мы это напрямую не ставим здесь, для того, чтобы не оттолкнуть, так сказать, нынешнее руководство, будем говорить, профсоюзу, чтобы оно не оказывало активного такого сопротивления. В том числе, так сказать, и при поездке членов, да, коллективов на наше мероприятие. Поэтому я призываю все-таки этот пункт включить, и включить вот именно в той формулировке, которую мы предлагаем. Спасибо. Мне кажется, слово «проблема» здесь как раз уместно, потому что мы как раз и будем рассматривать задачи, чтобы решить эту проблему. А если мы ставим более узкое слово «задачи», то мы уже как бы не обсуждаем саму эту проблему. А проблема-то она есть. Зачем нам уходить от того, что есть? В принципе. И слово «орабочивание» оно включает в себе много проблем, то есть и участие рабочих, которые не входят в актив, в деятельности профсоюзов, и то, что в активе мало рабочих, и то, что на собрании вот эти рабочие не собираются, и каких-то активных действий у рабочих не бывает. Рабочие не понимают задачи профсоюзов. То есть мы можем широкий спектр вопросов обсудить, а проблема-на-проблема есть, зачем от нее уходить? И ставить узко в смысле только задачи. Спасибо. Уважаемые товарищи, предлагается, значит, проголосовать за четвертый вопрос повестки предлагаемый. Прочитать как? Да. Проблема. Проблема «орабочения» профсоюзов. Проблема есть, и она действительно не решена, и надо вот понять, что это действительно проблема. Я вот как бы с этой проблемой сталкиваюсь из-за того, что у меня на предприятии два профсоюза, один отраслевой. И тот характер, который несет отраслевой профсоюз, он далеко не рабочий. Но это не только из-за характера этого профсоюза. По своей сути, он и не будет рабочим никогда, если рабочие не будут заставлять тот профсоюз защищать свое мнение, защищать свои интересы и вести работу именно по рабочему. Поэтому, ну, о рабочиванию именно. Ведь профсоюзы, если смотреть на профсоюзы широко, они защищают интересы всех работников. Ну, руководитель не работник, но такой же работник. Опять же, мастер не работник, такой же работник. Любого рода начальник, он такой же работник, что и рабочий. И вот эти отраслевые профсоюзы, значит, которые объединяют себе всех, не по классовому принципу, как наш профсоюз, да, а который может объединить любую компанию, даже на одном предприятии. Но, извините меня, у всех даже причина объединения разная, да, а это получается такая каша, и даже при случае такого вот профсоюза ей можно придать и сущность рабочую, да, и характер рабочий. Вот, я думаю, именно этой проблеме и посвящено. То есть, здесь не говорится конкретно о том профсоюзе, который действительно, он рабочий, и даже в рабочем профсоюзе бывает какой момент, когда, значит, освобождается лидер, хороший был человек, да, освободился, значит, и уже как-то начинает отрываться от коллектива. И вот, действительно, вот этот процесс о рабочении будет происходить, когда человек не будет от этого коллектива отрываться. Но, просто, я говорю, есть разные профсоюзы, и они выражают... Задачи его понятны, и так, вот именно проблемы, этого надо решить. А проблема о рабочении, особенно активно. И, во-первых, это, ну, на мой взгляд, тоже, как бы, ничего особого не режет, и довольно-таки понятно, чем... Почему, опять же, оргкомитет взял это слово не сугубо из-за того, что его произносил Ленин, а просто из-за того, что действительно... Если эту повестку прочитает рабочий, он поймет, что это действительно несет в себе вот эту, именно, суть о рабочем, да. Ну, а тот, кто не поймет, тому, я думаю, интересно будет приехать и разобраться в этом. Но, если такого интереса этот пункт не вызовет, тогда уж мы посмотрим, как будет. Кто за предложенный пункт повестки дня? Проблема о рабочении профсоюзов. Кто за? Против? Воздержавшиеся? Ну, все, единогласно. Убедили себя? Очень хорошо, что уже дискуссия начала. Очень хорошо. Так, с повесткой, значит, мы разобрались. Так, по поводу докладов, уважаемый товарищ, с решающим голосом. Кто бы мог по какой-либо теме взять на себя ответственность для подготовления? Насколько я понял, по первому вопросу товарищ Шилов, по второму вопросу, по третьему вопросу, товарищ Шилович, насколько я слышал ваше обсуждение. Правильно, да, я изложил? Да, правильно. Ну, вот предлагаю принять это вот. Принять инициативу товарищей, выступить с доклада решения. Ну, так и завалить. Голосую ясную. Кто за то? Принять инициативу, как Владимир Павлович, товарищей, голосую. Вы утвердили, да? Ну, они согласились. Почему? Не отвертите. Мы пожелаем и согласны. Принять инициативу.